Песня Аминь У меня вопрос такой Кто у нас больше всех плащет? Плащет Соня Ну давай сюда Самая плаща такая Соня Ну ко мне подойди Кто больше всех плащет? Подойди Вы увидели что она плащет Не узнаете какая причина? Что-то это отняли Не разрешили делать Надей кто поставлен? Ты старшая Вы пятеро из одной семьи Сейчас я прихожу Она стоит плащет Заходи сюда Рассказывай в чем дело Я хотела чтобы мы Это что тебе такое? Что за форму? Штанами под поясом Я этого не видел Ты забыл где руки и ноги Я хотела чтобы мы быстрее справились с работой Какой? Отмотать ленточку Ленточку отмотать Что за ленточку отмотать? Георгиевская ленточка или какая? Не ленточку, а изоленту Изоленту отмотать откуда? Со шланга Так а кто вам поручил это делать? Дядь Володя Вот это так Дальше что? И она это долго заматывала Я ей сказал Может ты будешь Может ты будешь вот так Ну отматывать вот так А я буду заматывать быстро И она не согласилась Она ушла и заплакала И потом ко мне Маша Она не согласилась? Да То есть ты старше она тебя не послушалась? Да Так я сразу тебя ловлю на этом Ну а когда над тобой старше ты не слушаешься Вот тебе уже и пришло Что надо слушаться Ты в прошлый раз то не слушался А теперь к тебе твоя сестренка тебя не слушается Понимаешь как вот возвращается Я тебе говорил Обязательно Господь тебя будет учить Вот это тебе будет Ну и дальше что? Потом Маша ко мне подошла и сказала Вот это вот Нет вот это Это то Маша Да И она сказала Можно я буду отматывать? А ты заматывать Вот И мы начали так И мы это быстро отмотали Быстрее А Софью обидели? Да Получается Или как Ее отстранили от работы Что она не может быстро заматывать? Да Вот как Это так действительно? Ну-ка Она Соня ко мне подошла И сказала Меня видел Андрей Он у меня вырвал Или же Да Он из рук Вырвал ленту Да из рук Я не вырывал Он не вырывал ее Мне тоже так Знаете Соня так же точно так же мне сказал Да он не вырывал Ну нельзя было как-то разрешить вопрос Чтобы не плакать Игнать Ильич Давай Вообще то виноват Андрей Я поставил Софью А он взял у нее работу Перенял То есть он не должен был это делать Тебя оставили на эту работу Вот в чем делать Надо вопросы уметь задавать А как же ты мог так Не на свою работу Господь Надо будет искать где поставил Мужчину где мужчину Женщину где женщину Ребенку где ребенка Президента на его месте будет искать Меня на этом месте как печника Надо соответствовать своей должности А ты перехватил И получился конфликт Это твоя родная сестренка И она плачет Я прихожу Она стоит плачет И никто никаких мер не принимает Через край уже слезы текут И что такое Больше так не было А кто больше всех смеется у нас Больше всех смеется А как еще и так смеется Кто Галина подняла руку Ну ладно Значит Знаете Если смех без причины Дальше Ян Золтаут говорит так Ты широко раскрываешь рот И смеешься И не думаешь Что демон вскочит в тебя В это время А ты соверши крестное знамение И учишься Праведник едва кротко улыбнется А нещетивый смехи показывает зубы У него зубы торчат как у бобра Вот как Писание говорит Видите как У нас проверка за проверкой теперь Пошли проверять Но проверки Такие Не такие Как в 98 году Были там в лагере закрыть Но намерение видно Что уже не доброе Кто-то подбивает власти Сейчас звонят свистеть Роснадзор Всем охотно упасть Но именно просим Тогда не было этого А вот мы приедем Так завтра У нас будет комиссия здесь Распределить Давайте Вы уставы считаете наши С посторонними Не разговаривать Тебя подошли Как звать Не одного слова Поворачивайся и отходи Не разговаривать Почему Дальше ты не знаешь Как будет Попросит тебя в машину сесть И украли Называется Закинут Воруют детей Размонтируют Их Режет Богатые дети Болеют Они им сердце Продают Легкие Торгуют Внутренними органами Про это не знала история Ведь речь идет не о двух Не о трех О трех миллионах Не о человеках Беспризорниках Как во время войны В подвалах живут Вот такой ребенок Весь наколот И пока тут уже в гробу лежит 13 лет отжил Это страна Наша И мы поэтому Предохранительные меры Выставили Посторонние не имеют права Заходить Только наши Деревенские верующие Ни с кем не разговаривают Слышала? Слышала? Нет? Не нарушать устав Будете нарушать устав Я приму особые меры Мера последняя такая Отказываю быть в лагере До свидания Больше никогда тут не будешь А в другом лагере С тобой так не будут нянщицы Сейчас он описывает Читать страшно Я, говорит, одна Узнает, что сирота Только стемнялась Воспитатель подходит Какую девочку Забирает к себе на ночь Из палатки И она живая еще Ну вдумайтесь в это Что есть Куда ты попадешь Еще с тобой будет Гарантий-то никакой нету Я с одним сидел Секретарь райкома партии Ехал И бабушка Шла с внучкой Бабушку Убили Внучку изнасиловали Затолкали в солому И сожгли Это 75 лет, кажется, пошла Мать директора Вон, элеватора Ну и пострадала В лесу пошла грибы собирать Я говорю, по одному не ходите Нигде ни с кем не разговаривайте Тебя поставили работать Молча Стой работай Завтра у нас что Пятница Костер Я попрошу Виктора Николаевича Хорошо подготовить песнопение Заниматься Я вижу у нас Не все обувшие Не все разувшие Погода позволяет Сами смотрите Когда жара Тогда всем Когда дождь Чтоб никто не разувался Земля несет тебе холод Я постоянно об этом говорю Какие еще объявления? Давай Подойди сюда Знаешь, Тихник? Ну? Вот мальчики сейчас это Пришли и говорят Что вода холодная Холодная Это А вот маленькие девочки Не пойдут это Купаться Ну Агния даже не пойдет Вика и я Не пойдут, конечно А почему большие девочки пойдут? Ну они большие Ты сама сказала Что маленькие Ты сама разделила их Раз большие Значит в них Кровь горячая более На градус Они ж Видишь какие у нас горячие Они любому парню очки дадут вперед Прося вчера собрала восемь кружек А вот большой мужик Три кружки ягод взял На одном поле были Прося Вот это с платочки стоит Последняя Прося дробок Восемь кружек Семь никто не набрал Она восемь набрала И вот молодцы По три кружки Это кажется даже меньше еще Я еще должен думать Вот с такой не пропадешь Тут обычно как Я хочу быть артисткой А тут Я космонавтом буду Я печку делаю А сосед подошел и говорит Ты космонавтом не будешь Самое большее ты шофером будешь Как отец Ты пьяницей будешь А ты будешь А ты будешь И вот у меня приехали ребята Такой был пухленький мальчик Я говорю А ты кем хочешь быть? Я А я буду машины ремонтировать О! Не космонавтом А машины ремонтировать А почему? А у меня папа работает на машине Машины ремонтирует Я уже многое знаю Я другую девочку спрашиваю Я говорю А ты кем хочешь быть? Енафор А я ветеринаром буду Во! Не артистка А ветеринаром А мама у нас ветеринар Я говорю Вот вас не надо поженить Куча ребятишек будет И все будут сытые Потому что у нее всегда будут деньги А какая-то должность Когда учитель истории Ну какая-то должность История это книжка читать Другое дело Иностранного языка Математики Физики там Это я понимаю знания А историю еще Бери книжку читай Это не должность Не специальность Уметь хорошо готовить И вот мусульманская семья Одна обратилась в православие И он там закончил видимо что-то И стал священником И у него семья большая семья Еще и приемные дети Больше десяти каждого И девочка там лет 13 И в ней интервью берут А кем ты хочешь быть? Не знаю Как Бог скажет Надо же А что ты учишься? Я учусь быть хорошей мамой Стирать Шить Стряпать Я у мамы учусь О! Она к жизни готовится А тут Вышла замуж Еще не может готовить Мать рана не будила Ну ладно еще Замуж выйдешь Еще там набегаешься Поднимай ее рану Учи Чтобы она вошла в дом И чтобы свекровка радовалась И корова на нее отошла Она и дует А это ничего не знает Руки развела Ну и какая жизнь то? Чего удивляться то? Мы учим вас серьезной жизни Чтобы работали Правильно питались Правильное вхождение между нами Знали как молиться Каждое утро молитва За стол молимся Я вам заранее скажу Такого лагеря нигде нету Завтра к нам привозят Мальчика из Канады В северной Америке даже Это надо было Океан перелететь Из Москвы в Барнауле Завтра вас встречают И специальная машина Приедет Привезет ее туда Это что-то говорит? Вот у нас сегодня Приехала Екатерина Баба Посмотри какая красавица Ну то выйди сюда Покажись нам еще Вот они все знают Чтобы вы знали Вот к нам приехала Я еще не сказал Екатерина Тинникова И он не знает Кто она такая А я ее видел Я говорю видел А какая? Я говорю то она Тувинка Наверное Или Хакаска Это разная? Да, разная Это разная А другая спрашивает Которая коса большая Покажи какая коса Вон она где коса у нее Видишь где? Аааа Тут большой Видишь Покосилы знают Это большое дело Я считаю Это благословение Господне Что люди из такой дали К нам едут Ты многому научишься И много можешь нам помочь Ты еще закончила Не пойму Институт Какой? Красный государственный университет А что это? Специальность какая? Художник декоративного прикладного искусства Как? Художник декоративного прикладного искусства Ну у меня две специально Вот это еще Я не знаю Что это такое Правильно рисовать Неправильно Я иконописал Знаю А это не могу Декоративное Интересно Это что расписывать полотенце? Ну не только Резь по дереву По дереву По дереву По дереву Да А ты можешь просто в простую школу пойти И преподавателем быть? Угу Ну вот это тебе нужно Вот это важно Ну ладно Веру ты там не потеряла? Нет Ну и слава Христу Значит Володя Екатерина еще не приехала Уже говорила о благовестии Следующее воскресенье у нас крещение Через воскресенье Вот это вот пройдет А вот следующее крещение Приезжают люди Сейчас только звонили из Казахстана Райхан Джай Джай Карл Или как-то фамилия его нашла Да Она была свидетель Еговы Казашка Едет не одна Говорит Я не могу с сыном Сыну можно приехать? Можно Вот только что позвонили Так После крещения Следующее воскресенье Постараемся Чтобы было благовестие Все расскажем Снабдим И поедете Я последнее время Нине же Я из дома руковожу То есть молюсь за вас Все Какой у тебя вес? Я не помню Где-то 47 А рост? Рост Метр 49 49? Да Метр 49 Ну да 47 Всего лишнего ничего вроде нет Может быть килограмма два Говорят не прилично Женщине задавать Брех она не женщина Просто девушка А во вторых Она будет знать Куда держать все Я познакомился с одной казашкой Четыре языка знает Казашкой Что попало говорю Азербайджанкой Мусульманкой И она вот На кого похожа Я узнал вес ее И рост одинаковый Как Татьяна Пызменична И она приехала туда Она Отец Игнатий У меня пять лишних килограмм Как мне это избавить? А вы Богу сколько поклонов даете? Она Аллаху молится Она постится Дорогой идем Сидят молодежь Она Отец Игнатий скажите им о Христе Понятно? Мы шли Она меня повела в храм православный Мечети были Мусульманка Она ко Христу ближе многих христиан Так отец Дмитрий Смирнов говорит Она любит Бога И Господь ей откроет всю истину Вопросы есть? Все За стол Вот платочков у кого нет? У всех У всех есть? У всех Ну все за стол Давайте приглашайте бабу Сарасиму Гавриловну Давай за мной Ну на что идет? Уклок Петрусечка И это Душистая Хорошо Вот И если тебе эта душистая икра понравится То я буду тушить то и другое То и другое, все нравится Заранее скажу Так, пошел мне за стол посадить И победу что ли? Я пошла домой Ну ладно Душисту принесла укроп Я потом положу на стол И сделаю все это Так, к скалеечкам не прислонять Я ваш пакетик от булочек отдам Вы булочки нам давали Я вам пакет отдам Подождите Именно По славу Божию Ешь сюда сверху Такое Укроп Хорошо Ну все, Володя Он любит укроп и то и другое Хорошо Ножки не сняли Комфортнее Да, да, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!